Добрый день! 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 Ну, там, естественно, он совокупный годовой, но там за месяц, конечно, тоже считается. Сколько на 100 годов был? Честно говоря, не могу точно сказать. Там разные цифры были из-за коронавируса. Да, естественно, конечно, у нас из-за коронавируса тенденция не очень положительная. И что получается? Получается, что вот эти вот потери, потери, этот убыток, он у нас происходит за счет чего? В первую очередь, конечно же, за счет слоя производственной деятельности, производственных предприятий. По одной простой причине, что именно производственные предприятия как раз-таки обеспечивают максимальный прирост валов внутреннего продукта. То есть за счет промышленного сектора мы, как экономика страны, можем и должны развиваться. И производительность предприятий за новогодние каникулы, вообще за этот праздничный месяц, сокращается где-то на 15-20%. Это колоссальный показатель. Почему? Потому что промышленные предприятия, если они могут, они полностью завершают производственную деятельность на период праздников, если это предприятия с непрерывным циклом производства, то все равно они работают, но их деятельность существенно сокращается. Поэтому мы и выходим на такие потери. С одной стороны, можно подумать, что и ничего страшного теряем. Мы страна богатая, у нас есть резервы, у нас есть запасы. Но все-таки сегодня мы говорим о необходимости роста экономики. А, к сожалению, на данный момент экономика Российской Федерации не находится на прогрессивной фазе развития. Поэтому я считаю, что наши каникулы, они достаточно длительные для той ситуации, в которой мы находимся. Вот так как-то. То есть, если бы мы жили как США, или росли бы экономикой нашей ВВП как Китай, то можно? Знаешь, Ром, даже в пользу сокращения праздников в этом году говорит тот факт, что у нас были недельные каникулы два раза в течение года из-за пандемии. В майские праздники, ноябрьские праздники. И в мае и в ноябре экономика теряла точно так же, как это она делает и в новогодние праздники. Поэтому убытки за 2021 год, ну и в принципе за последний год, они уже у нас существенные. Поэтому здесь такой длительный отдых для экономики, конечно, не скажу, что он губителен, но он нежелателен. Сколько, на твой взгляд, тогда надо сделать каникулы? Отличен твое мнение? Я считаю, что оптимально с точки зрения экономической, с точки зрения психологической, физиологической, достаточно трех, ну максимум четырех дней. То есть, я считаю, что 31 декабря должно быть обязательно выходным днем, праздничным днем. Потому что все мы знаем, 31 декабря это уже не работа. И опыт многих лет говорит о чем? О том, что люди просто-напросто 31 декабря условно отбывают время нахождения на рабочем месте, при этом не создавая какой-то конечный и качественный продукт. Поэтому 31 декабря нужно сделать обязательно, да, и сохранить выходным днем. Ну и 1-е, 2-е, максимум 3 января достаточно для того, чтобы население страны могло отдохнуть и могло восстановить свои силы и при этом не утратить ощущение праздника. Оксана, не получится ли так? Мы все помним, что у нас еще один праздник, Рождество, как-то и ни крути, ни верти, это тоже выходной. Не получится ли так, что люди все равно не будут, выходя после новогодних каникул, вот этих, условно говоря, 4 или 5 января начинать работать на полную катушку, потому что смысл, потому что сейчас вот опять выходные, то есть опять все будут выходить на работу, в принципе, сейчас вот досидеть эти пару, там, тройку дней, а там опять выходной. Однозначно, ждать в 4 января высокой производительности на полную мощь от работника ни в коем случае нельзя. Но с другой стороны, если мы не будем отдыхать вот эти 10 дней, люди будут постепенно, межпраздничный период входить в рабочий ритм. То есть они этого не потеряют, да, вот этого навыка. За 10 дней все-таки вот наступает некое такое, некое забывание, да, и организм, он начинает забывать, он начинает привыкать к новому графику, а все-таки за 2-3 дня так быстро организм и сознание наше не забудет. Поэтому даже если мы будем, да, выходить там 5-6 работать, а 7-го, допустим, будет опять праздник, мы потихоньку будем восстанавливать, мы будем набирать обороты. И уже к 9-му, 10-му января мы сможем стать более работоспособными, нежели чем работоспособны мы сегодня, например, на 14 января. Скажи, но ты сказал, что наша промышленность страдает. А какие секторы экономики, наоборот, поднимаются на Новом Годе? Конечно, где-то убыло, где-то прибыло, да, это естественный закономерный баланс. И если мы говорим о таких сферах, как розничная торговля, сфера услуг, перевозки, авиаперевозки, железнодорожные перевозки, туристический бизнес, то там, конечно, в этот период мы наблюдаем достаточно высокий спресс. Сфера развлечений, наверное. Сфера развлечений. Сфера развлечений. Это я и все включаю в сферу услуг. Кинотеатр имеется в виду, да. Это все услуги, которые предоставляют население. И, конечно, в этот период их выручка растет. И, кстати, экспертами тоже подсчитано, что вот такого рода организации, они формируют где-то 25% годовой выручки именно за конец декабря, начало января месяца. И также закономерно это установлено, что в этот период наблюдается и рост потребительской активности. То есть увеличиваются расходы населения в среднем где-то на 14%. Да, но я чуть выше уже отметила тот факт, что сфера услуг, сфера обращений, она не обеспечивает значительный прирост вала внутреннего продукта. Она не обеспечивает качественное развитие экономики. Это все дает только производственный промышленный сектор. Хочешь твое мнение, у нас стало полтора минуты услышать. Но кто-то говорит, что это возможность зато, может быть, заняться спортом, здоровьем, сходить в спортзал. Я знаю, ты ходишь в спортзал. Скажи, какую ты картину наблюдал в эти вот 10 дней? Знаешь, как это ни было странно, но посещаемость вот оздоровительных фитнес-клубов повысилась. И это даже меня приятно порадовало. То есть все-таки есть у нас определенный контингент населения, который не углубляется в классическое празднование Нового года, а все-таки задумывается в этот период и о своем здоровье, и о своем физическом развитии, и, надеюсь, о внутреннем развитии тоже, и о личностном росте. Поэтому, да, действительно спрос увеличивается. И опять-таки статистика последних дней говорит о том, что в России за новогодние праздники посещаемость фитнес-клубов увеличилась на 9%. Может, это, конечно, небольшой показатель, но самое главное, что обозначена позитивная тенденция. Ну, то есть ты согласна с тем, что люди больше сейчас ходят в спортзал, и новогодние каникулы тех, кто ходит, конечно, стимулировали чаще заниматься спортом? Если мы говорим о масштабах населения страны, то, конечно, вот эта прослойка, она незначительная. Все равно у нас организация, рациональная организация досуга сопрягается с уровнем доходов населения. И тут, конечно, мы сами знаем картину. К сожалению, контингент с высоким уровнем дохода у нас не столь значителен. Если говорить о статистике, о конкретных цифрах, то у нас 12% населения живут за чертой бедности. Их доходы составляют меньше прожиточного минимума. О чем мы можем говорить? Население со средними и минимальными доходами тоже достаточно большой процент. Поэтому все-таки не каждый у нас может себе позволить организовывать свой досуг ввиду и экономических вопросов. Но и с уровнем дохода у нас и связана, конечно же, и система ценностей. Поэтому тут есть прямая взаимозависимость. Ну что ж, спасибо большое, Оксана. Спасибо, что уделила время. Это была программа «Тема дня». Мы сегодня подводили итоги новогодних каникул. За или против. Вот как сказал наш эксперт Оксана Толкаченко, да, это в принципе неплохо, но лучше бы их сократить где-нибудь, наверное, в два раза. Я так, насколько тебя понял. Да, да, желательно. Спасибо большое, Оксана. До новых встреч. Хорошего вам здоровья. И правильно проводить ваши каникулы. Игорь Негода.